Конечно же, мой муж решил арендовать автомобиль, так как нашего одного мало, вот он решил Комвердабл взять, чтобы поездить сейчас по местности с открытой крышей пару дней. Красивый красный, мне нравится, что красный цвет. Что, мы направляемся на знаменитый город Рашма. Я все время мечтала там побывать, и буду с детства, как видела, картинки этих президентов на скале. Поэтому сбылась моя мечта. Тот показывает Саре камень, когда-то он вел здесь машину, и на него камень свалился. Чуть-чуть бы на него, он, говорит, еле успел затормозить. Показывает ей этот камень. Так красиво! Боже, посмотрите! 50 долларов за вход платить за парковку. Здесь, оказывается, все цивильно, и такая вот крытая парковочка у нас. Смотрите, ребята! Я здесь! Сбылась моя мечта! Как же это круто! Я вижу воочию четырех президентов! Сара говорит, они должны тоже высечь Трампа там рядом. Yes! Yes! Тот агрик, тот очень его любит. Смотрите, раздают бесплатно здесь книги по медитации и йоге. Очень круто! Вот оно, Великая Америка. Как же тут круто! Посмотрите! Здесь есть кинотеатр. Вы можете посмотреть фильм бесплатно про эту гору. Историю. Мы с Сарой решили попробовать лимонад. Они лимоны выдавливают, это чисто американский напиток. Но вот эта вот вся бочка с сахаром, поэтому много мы не будем. Просто попробовать слишком-слишко много внутри сахара. И сахаром. И сахаром. Пробуй. Все как? Сахар? Сладкий? Сладкий? Нет, не слишком много сахара. Ты можешь? Сейчас будем заезжать в туннель. Выехали, мы поднимаемся в горы здесь. Тут такой классный туннель. Вы можете видеть в этом туннеле снова четырех президентов там в самом конце. Я не знаю, покажет ли мое видео. Камера покажет. Да, смотрите, как круто. Класс! Это просто нужно подняться ввысь здесь рядышком. Намного круче, мне кажется, чем там около монумента. В общем, мы забрались тут на горы, чтобы посмотреть вид сверху на президентов. Прикольно тоже. Немножко нужно взобраться. Парковочка есть. Цивильная. Туалетик. Забрались мы с сарой. Тут посмотрите, какой вид открывается. Волшебный. Сверху. И вон президенты. Как классно. У нас есть время поколесить по району, и мы заехали в один город. Скоро здесь будет байкерский съезд. Смотрите на эти ботинки. Я все в полном восторге. Хочу. Чего тут только нет. А шляпы-то посмотрите, какие. Здесь будет прикольный, наверное, фестиваль. Люди будут наряжаться, baby. Короче, моего размера нет, представляете? У меня же одиннадцатый, то есть сорок-сорок с половиной. Нету ни одного, ни одних ботинок с моим размером. А вот это какие крутые. Для того, чтобы у меня тысяча долларов почти с налогом будет. Но это круто. Это кожа настоящая. It's cool. А куртки-то какие кожаные, классные. Вау, посмотрите. Шикардос. Майкл Джексон. Смотрите, вот так примерно будет выглядеть вот эта улица. Вот она сейчас пустая. Вот так она будет выглядеть через неделю. И про ковид никто тут не слышал. Нас его нет, говорил в Америке. Ковида нет, масок нет. Смотрите, самое прикольное, что здесь штат республиканцев. Они уже отмечают победу Трампа в будущем. В 2024 году и уже продают кепки. Вот это я понимаю, патриотизм. Видели когда-нибудь байкерских гномов? Узас. Итак, мы в этом магазине купили кое-что. Платье. Потом я вам покажу, когда мы уже вернемся во Флориду. Просто покажу сумку, мы там взяли. Это не натуральная шерсть, это искусственный мех. И сдать в дорогу что-то такое прикольное хотелось, чтобы не затаскивать дорогие сумки по аэропортам. Мне кажется, это классный вариант с собой брать. Вот эту сумку и ботинки я вам сейчас просто так быстренько покажу. Вот кобойские бутсы все в стразах. Потом, когда уже приедем домой, я вам покажу это все поподробнее. Короче, так, прикольно пошопились, необычно. Так, мы снова поехали дальше и заехали в маленький городок Вестерн. Называется Дэдвуд, и в нем население всего 1200 человек. Он должен быть очень милый и красивый. Мне кажется, что здесь какой-то фильм снимали. Не могу вспомнить название. Вам не напоминает никакой фильм этот город заезд? Дэдвуд. Кстати, у них тут казино, они где, повсюду. Это что-то в этом штате разрешено казино. Найс. Ой, ребята, вот именно в этом городе он такой старый, что здесь проходили и грабежи банков, и на улицах стреляли. Вот это здание стоит с 1895 года. Именно вот, именно здесь снимали все кантри-фильмы, и перестрелки. Это было на самом деле здесь. Так клево. Мама. А? Вы смотрите, это было на самом деле. Приезжали сюда, с других городов. Придвигались люди. Таких вот телегах. Нам рассказывает мужчина, вот что действительно они раньше переезжали. Как это удивительно, например, из Чикаго. Зимой на лошадях перевозили нас все свои вещи на этих тележках. В любом ресторане вы заходите и есть казино. В нашем штате это нелегально. Здесь легально. Капец какой-то вообще. Вот мы заходим в хороший, приличный ресторан, а здесь вот казино. Ребята зашли тут в мороженого поесть, открыли дверь, и посмотрите, сколько банок соды, лимонада. Пианино, смотрите, какое нашли в магазине. Просто вот клеенка. Конечно, звук никакой, но, Сара, подожди, сыграй. Сара, подожди. Пришли тут погулять по городу. Смотрите, что нашли. Ковры продают. Написано, please touch. Так необычно. Обычно пишут, не трогайте. Тут типа, трогайте, пожалуйста. Такое мягенькое все. Вон еще, посмотрите, какой ковер из коровы. Боже, посмотрите, какие малюсечки какие. Вау, this is beautiful. Ручная работа, смотрите. Все ручная работа, натуральная шерсть. Еще мишки различные. Такие милые. Такой пьютный магазинчик вообще, да? В общем, мы пришли посмотреть игрушки. Саре вот купили ламу такую милую. Слушай, постоянно с волосами. Сделать из настоящей ламы. Такая мягкая, мягкая. Сделана из настоящей ламы. Их не убивали специально, так что не ругайтесь. Вот. И тот купил сразу же нам коврик в дом, и нам его отправят. Возле камина. У нас камин есть, который мы ни разу не включали. Будем стелить возле камина. Очень приятно. Его, кстати, доставят. Сделают доставку прямо до Флориды. City jail. You and your alpaca imprisoned. Так, ребята, мы вот узнали технологию. Оказывается, эта игрушка сделана из меха ламы. И этот мех срезают. В общем, животное не пострадало. Вот тут целая инструкция написана. Так что все хорошо. У Сары теперь такое мягкое. Сара говорит, игрушка такая же мягкая, как Цезарь. Как наш Цезарь собака. Французик. Он такой же мягенький. Держи. Еще мы сейчас зайдем в магазин сушеного мяса. Обычно, знаете, в пабликсе немножко его продают, а здесь прям целый магазинище. Терияки биф. Оригинал. Хани бибикю. Я это не очень люблю. Вот, кстати, рыбка. Вот рыбку бы я взяла. У них даже фрукты продаются. Кстати, я такого еще не встречала. Засушенный хибискус цветы. Цветы хибискуса. Вау. Кстати, пробовали такое очень популярное здесь, потому что, по-моему, кубинцы это придумали, или мексиканцы. Манго в чили и в специях, и в соли. Везде можно попробовать вкус. Мне это очень нравится. Я уже напробовалась, но с рыбкой нету у них, к сожалению. Даже попкорн. Сара нашла у нас интересные конфеты с личинкой. Baby. You want to try? No. I'll try. No. Really? Are you sure? Yes. Сара хочет попробовать с личинкой конфет. Смотрите, какой мы пирог заказали с собой. Пирог с малиной и с ревенем. Нам кажется, что он очень вкусный. Мы его заказали to go, baby. But my baby wants to try now. Oh, oh my God. Кисло-сладенький. Шикарный пирог. Класс. Обожаю вот эти американские начинки, где вот одна мякоть, ягода. Класс. Еще бы такой вишневый или яблочный. Подъезжаем мы к монументу. Смотрите, как прикольно это выглядит со стороны. Его профиль, вон, на скале. Это был какой-то известный индеец. Толком не знаю. Можете погуглить. Называется Crazy Horse. Я буду сейчас только про это, как сказать, узнавать. Здесь есть такой красивый большой музей. Можно посмотреть прям про историю. Вообще, мне всегда очень нравились индейцы. У меня как-то вот какое-то такое, знаете, чувство родни. Одни с ними. Что я говорю, не знаю. Но мне очень не нравится. Прям интересно посмотреть, пойти туда. Вон, вон, вон его профиль. Класс. Смотрите, раньше они какие-то игрушки делали. Обратите внимание на волосы. Вроде как настоящие. Мне кажется, это так неприятно. Это были белт. Или это лошадины, или это человечьи волосы. Это был белт. 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 Интересно, Айласка пошла отсюда? Они что же эти напитки разливали галлюциногенные? Смотрите, какие украшения красивые. Мои самые любимые. С камней, серебра. Класс. Это как они из Акеан. Мы взяли экскурсию на автобусе. Вон, все вышли. Фото. Потому что подойти к нему невозможно. Идёт до сих пор строительство. Они его не закончили. У него ещё будут длинные красивые волосы. Не знаю, сколько лет это будет длиться, но звали этого мужчину сумасшедшая лошадь, Crazy Horse. Смотрите, дети стоят на скале, и родители ничего, им пофиг вообще, как бы нормально, то, что дети вот на скале прям танцуют, все сидят, деревенские американцы. Мы готовим на костре картошку, по-украински меня так учила тетя Таня, картошку разрисаете на две части, соль, перец, сало посередине, и заворачиваете в шарик, вот, соль, перец по вкусу, шикардос. И на костре мы готовим наши десерты, популярные американские, в общем, смотрите, берете печеньку, кладете шоколад, и вон тот разогревает маршмелло, и потом вы кладете между битвины, между слоями маршмелло. Ну, картошечка тоже скоро будет, красота. Учит, как это все грамотно делать, поворачивать, это так. Столько терпения, капец. Говорю, мне бы столько терпения. И вот так потом вы это маршмелло оставляете на... между печеньками и с шоколадом, и можете кушать. Мамас. Мамас. Thank you. Thank you, baby. Первый раз, кстати, я пробую. Только слышала, поэтому она такая, ой, так вкусно, так классно, берите, пробуйте. Сама ни разу не делала. Это тоже мой первый раз. Тебе понравилось? Сара вообще в восторге. Ой! Оу! Ммм! What? It's very good. Ice cream is too much sugar for you, watch! Ммм! Очень классно. Я даже не смогла. Я салу. They have a zero tolerance. I remember, they tell my subscribers, we don't have a fire. В общем, оказывается, здесь разряжено, чтобы уровень костра был, метр примерно, по пояс вам. Если он будет выше, костер ваш, вас оштрафуют здесь. Вот так вот. Что там я должна сделать? Чоколад inside of marshmallow. Best than ever. She said chocolate inside marshmallow. Вкусняшка. Okay, ребята, мы сейчас будем делать попкорн. Как? Как? Как это работает? Просто добавь? Нет. Нет? Да! Нет, не оборвай. Я не знаю, как это работает. Я не знаю, как это работает. Окей. Я никогда не видел. И даже есть инструкция. Я просто смотрю американские фильмы в моем стране. Это очень круто. Это мой меч. Я хочу выключить мою семью. Здравствуйте. Мы живем в сегодняшний вечер. И у нас много вещей. Смотрите. Смотрим я. Посмотрите. Растет. Пирошечек растет. Вот как в кино. Посмотрите. Сковородочку кинули. И попкорнчик образовался. Аааа. Что я хочу сделать? Попкорн. 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 По моему. Цезарь эти их, а не Цезарь. Я тоже знаю, если честно. Хай! Ой, спасибо, мой, спасибо. А теперь, как и обещала, покажу покупки. То, что мы купили в этом городке байкерском. Очень мне понравился вот этот топ. Он полностью обшит бусинками. Такой коралловый. Мне кажется, сейчас очень модный такой цвет. Он поддерживает грудь. Короткий, укороченный. Заплатили мы за него 24 долларов всего. Ботинки вот эти, ковбойские бутсы в стразах. Они до колен. Знаете, за сколько? На них была 70% скидка. Мы за них заплатили примерно 75 долларов. Был мой размер. Единственный, который был мой размер, они в блестяшках, как я люблю. Платье. У меня есть такое одно. Вот черное с перьями. Оно такое больше с оранжевым. Это тоже очень прикольно. Это у меня муж любит вот такие всякие короткие, секси. Такое все блестящее. Ну, лев, понимаете? Ему вот, он у меня визуал. Ему нужно глазами прям смотреть. Обожает. И еще одно платье купили. Но его нужно под купальник надевать, либо под бра. Потому что прозрачное тоже такое секси. Девчонки, это Флорида стайл. Здесь очень жарко. По вечерам 90 градусов. Это, не знаю, 35, 40, 42 иногда. Когда мы здесь одеваемся постоянно мини, мы не можем носить балахоны, как носят в России, в наших странах. Потому что очень жарко на улице. Поэтому девчонки все оголяются, надевают мини, латино. В общем, это здесь модно. Ребят, ну вот, наконец-то мы вернулись домой. Конечно, поездка была немножко тяжеловата. Потому что мы вообще, в принципе, кемпинг ни разу не делали с мужем. Тут мы поехали на 10 дней с ребенком. Без особо, знаете, плана. Но, в принципе, все прошло очень хорошо. Единственное, что мы устали. Очень много времени потратили в дороге. Тот умничка, молодец, вел все время машину. Потому что мы из штата в штат переезжали. В общем, у нас вот такой вот длинный был трип. По 8 часов в один конец, 8 в обратный. Плюс еще самолет в 6. Примерно 6 часов в один конец, 6 часов в обратный конец. В общем, мы очень устали именно в дороге. А так эмоции не передать словами. Ни капельки не жалеем, что мы взяли дом на колесах. Но в следующий раз, конечно, мы уже думаем, если мы поедем, то мы уже возьмем с собой, будем снимать заранее домики. Сейчас невозможно все это забронировать, так как люди бронируют за год. Представляете? Во-первых, это очень дорого все стоит. Бешеных денег. Цены они подняли, потому что есть спрос, и люди платят, и они просто нереально взвысили все эти цены. Там 300, 400, 500, 600, 700, 800 иногда долларов одна ночь в каком-то таком стрёмном отеле. Вот. Поэтому все бронируют за год. Может, это за полтора года бронируют отели. Это, конечно, пипец здесь в этом плане. Здесь в Америке они такие вот педанты, очень любят заранее все планировать. Вот. Я говорю, ну, если я поеду, то, может быть, через года два снова в такое путешествие, не в следующем году. Вот. Поэтому я очень рада, что я там побывала. Мне очень все понравилось. Классно. Виды, пейзажи, воздух какой шикарный. Мы в этом лесу спали последние три дня. То я вообще надышалась. Мы прям там кайфовали каждую ночь. Классно, что еще везде есть душ, еда. То есть мы зря закупались там на неделю, да. Нужно было закупаться на день, на два. Потому что везде были магазины. Везде были какие-то кафе, какие-то закуски. Все время можно было что-то найти. А мы прям... Ну, у меня муж очень любит запасаться. И прям у него какой-то, мне кажется, страх детства, что станет тебе он без еды. Потому что прям он очень много ее везде закупал, покупал. Я уже такая... А я такая приученная, что нужно доедать. А он наоборот, что... Он тоже типа того, что нужно доедать. Но сам... В итоге все я выбрасываю. Конечно, он ничего не выбрасывает. Я все выбрасываю. Потому что там она уже стоит по два, по три дня. Так, поэтому как бы надо закупаться едой. Так все есть там. Если вам нужна одеялка, одеялка вам на каждой остановке. Полотенце, зубная щетка. Есть все. В общем, поездка была классная. Я думаю, что вам тоже понравились видео. И мы дома теперь. О боже, я сейчас буду стираться, убираться. Еще буду готовиться к дню рождения. Тода у него 5 августа. День рождения. Поэтому он у меня Лео, Лео, Лео. Я все напишу. Thank you, Лео. Это спасибо, мой лев. Многие девочки пишут. Жаня, почему ты пишешь Лео? Кто такой Лео? У тебя же мужа тот зовут. Тот, он и есть мой Лео. Потому что он лев по гороскопу. Вот. И будем готовиться к дню рождения. Покажу, что я ему за подарок приготовила. И потом дальше будем рассказывать. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...